Сейчас будет интересно, звону прямо прямо в моем эфире. Сейчас. Я не знаю, нет. Я не знаю, нет. Я не знаю, нет. Я не знаю, нет. Я скажу прямо сейчас. Я думаю, это... 163. Да, 161. Мы пошли выше, мы пошли 155, но я думаю, что мы пошли выше. Я думаю, нет, 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 нет. Я скажу вопрос, как люди в банке делают? Я имею в виду, что они трудно? О, мальчик. Это было самая тяжелая революция в моей 25-летней карьере. Так что вы сделали гуци? Так что. И ваша личная opinion о том, что наron полиции? Оно? Я думаю, что у вас нет? Да. И что? И что за то, что они продают, что они продают? И они продают? Да, они продают по закону по заказанию. Я знаю. They asked $50 billion, while 50 states asked for $150 billion. It's insane. And the cruise ships as well. Yeah, they're not going to get bailed out. Yeah, the cruise ships are obviously private. They're going to let them bankrupt. Yeah, they're going to go bankrupt. All of them. I understand. All right, baby. Enjoy your meal. I'll call you in a few hours. We'll talk. Sorry, buddy. I've been up since 440. No, no, no. I understand you don't have to. Just go enjoy your meal. Say hello to your wife. Thank you. Я специально поставил на спикерфон, чтобы слышали, кто понимает английский, кто знает. Значит, только что я разговаривал, это мой товарищ Брэннон. Да? Так вот, как вы слышали, да? Кто не знает английский, я переведу. Он 25 лет торгует, торгует только энергетикой. То есть торгует все, что связано с нефтью и с натуральным газом. Вы слышали, что он сказал? Он сказал, что с аудитами не договорятся, скорее всего, и нефть пойдет до 10, до 12 долларов. Он сказал, что это были самые тяжелые, ну, самые занятые три недели. Он работает на очень крупный банк и самые тяжелые три недели по поводу нефтянки.